В России 2017 год объявлен Годом экологии, а значит, проблемам охраны окружающей среды будет уделено особое внимание. С этим студенты Кумертовского филиала УГАТУ согласны полностью. Молодые люди за круглым столом обсудили вопросы, которые требуют совместного решения органами власти и общественности. Год экологии я объявлен правильно, потому что люди очень много загрязняют. Это и заводы, и машины, и загрязнение не только атмосферы, но и каких-либо рек и так далее. То есть человек должен знать, что он делает на том месте, где он живет. Я считаю, год экологии нужен обязательно, так как люди должны знать, что они делают со своей окружающей средой. О нормах законодательства, о деятельности надзорных органов в своем выступлении говорила руководитель территориального комитета Министерства природопользования и экологии Анастасия Атландерова. По ее мнению, запретов и контрольных мер, которые предпринимаются для поддержания экологического равновесия, сегодня недостаточно. Проблемы экологии прежде всего связаны с деятельностью человека, поэтому для их решения требуется изменение сознания самого человека и его отношения к природе. На данный момент отношение человека к природе является потребительским. Так считает лесной инспектор Стрелитамагского лесничества Игорь Макраусов. Имеются и свалки, засорение лесов бытовыми отходами, промышленными отходами. В основном это частное население. Выкидывает мусор. Отдыхающие часто безобразничают, приводя, оставляя мусор после пикников, отдыхов в лесу. Хотелось бы, чтобы этого, конечно, не допускали. Проблемой для региона является не только загрязнение окружающей среды. Уничтожение редких видов растений и животных также является волнующей темой. Поэтому в республике нынешний год объявлен годом особо охраняемых природных территорий. В ходе круглого стола студенты предлагали свои варианты в решении вопросов экологии. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости.